По расчетам экспертов, сегодня наша региональная система здравоохранения испытывает нехватку более 400 врачей, а также 200 медсестер и фельдшеров. Рецепты по улучшению ситуации есть. Так, к примеру, студентам-целевикам, поступившим в медколледж, ежемесячно сверхстипендии доплачивают по 1000 рублей. После выпуска эти ребята будут работать в медучреждениях республики. И у нас сегодня уже заключено по нашему ХГУ по медколледжу 26 контрактов. Кроме этого, выезжали мы вчера, встреча состоялась в образовательном учреждении города Саиногорска в Стемме. Там 13 контрактов у нас заключено. И у нас в ближайшее время, я понимаю, что откликнутся еще дополнительно, потому что люди раздумывают. Также в этом году по целевым направлениям в медицинские вузы Сибири поступило 97 девушек и юношей. По окончанию университетов и академий они будут работать в больницах и поликлиниках Акассии. Параллельно Минздрав Республики оплачивает учебу 17 узкопрофильных специалистов в ординатуре. Затраты серьезные, потому что затраты сегодня будут составлять в год обучения в ординатуре порядка 260 тысяч. И поэтому, конечно, не каждому выпускнику вуза можно будет в течение двух лет эту сумму выплачивать. В то же время молодые люди, получившие образование не по целевой программе, нередко предпочитают уезжать в другие субъекты России. С грустью признают в Минздраве. Подъемные сегодня серьезно отличаются от наших. В нашей республике 150 сегодня тысяч рублей, хотя в соседнем Кемеровской области регионе специалисты были у нас с проверкой. Тут Сахалина, федеральные специалисты. Сегодня по многим регионам до миллиона. Среди других мер, которые могли бы привлечь молодых врачей, компенсация за аренду жилья или выделение служебных квартир. И это лишь часть мер, которые сегодня рассматривает Минздрав Хакасии. Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС.